Всем привет! Сегодня я буду делать вибростол для изготовления тротуарной плитки, а также различных декоративных элементов, при изготовлении которых используется вибростол. Если вам интересно посмотреть, что же у меня получится, поехали! Для сборки вибростола мне, конечно же, понадобится электродвигатель. Я буду использовать электродвигатель от старой стиральной машины. Чем хорош этот электродвигатель? В принципе, каждый может его найти либо у себя где-то на даче, либо на рынке. Они недорогие и потребляют малой электроэнергии. Это тоже большой плюс. Плюс ко всему, у него уже есть пусковой конденсатор и не нужно быть каким-то суперэлектриком, чтобы его подключить. Два вывода на питание и двигатель у вас работает. Также нужно будет 4 пружины, которые я взял от газораспределительного механизма. Это клапанные пружины. Ну и, конечно же, сам стол. Сам стол у меня будет изготовлен из толстостенного металла. Это 10-миллиметровый лист металла. Вот такой вот у меня валялся. Ждал своего часа. Ну, наконец-таки он дождался. В принципе, можно использовать любой материал, вплоть до какой-то дерево-стружечной плиты. Также профильная труба, из которой я буду делать саму станину. Ну и, возможно, в процессе еще что-то добавится ко всему этому. Так что, в принципе, приступим к сборочке. Не будем затягивать. Для фиксации пружин мне понадобится 8 вот таких вот колец по 15 миллиметров. Одно кольцо будет привариваться к столу, второе кольцо, соответственно, к станине. Между ними будет вставляться пружинка. Сейчас мы еще отрезаем 4 кольца и все это дело привариваем. Вот такая вот станинка для вибростола из остатков профильной трубы у меня получилась. По углам я вварил 4 кольца, в которые будут вставляться пружины. Аналогичные же кольца я вварил на сам стол. Вот так стал выглядеть стол с уже установленным электродвигателем. Электродвигатель установлен у нас на штатное крепление, которое использовалось на стиральной машине. Это крепление было приварено к столу и затем двумя болтами к нему был прикручен электродвигатель. Также я приварил две шпильки, на которые я закрепил пусковой конденсатор, сетевой шнур с вилкой. Ну и еще немножко расскажу, как я сделал вот такой вот эксцентрик. Втулка подходящего диаметра на вал электродвигателя и палец от старой шаровой. Это все было сварено вместо. Здесь была нарезана резьба и при помощи болта эта втулка зажимается на вауру. В случае, если вам нужен электродвигатель для какой-то другой самоделки, вы это все можете спокойно разобрать и снять отсюда двигатель. Сейчас я установлю стол на станину и мы попробуем его запустить. Вот так выглядит стол в собранном состоянии. Установлены пружины демпферные. Видно, прогибается от руки. Так, расположен двигатель внизу. Сейчас мы его запустим. Для чистоты эксперимента формочку я набрал воды, чтобы была видна вибрация. И сейчас я там продемонстрирую. Включаем питание. Друзья, вот такой вот классный вибростол получился у меня из старой профильной трубы, а также электродвигательной стиральной машины. И уже надеюсь, в ближайших видеороликах мы его испытаем и попробуем сделать на нем тротуарную плитку. Так что, если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайки, пишите комментарии, ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш канал. На сегодня это все. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok